Всем привет! В этом видео я хочу показать вам три варианта повседневного омолаживающего макияжа. В основном мы сосредоточимся на идеальной коже, минимальном, но при этом корректирующем макияже глаз, а также я вам покажу, как реально сделать макияж за 5 минут, и это без преувеличения. Когда я делаю повседневный макияж, для меня важно, чтобы я выглядела свежо, чтобы моя кожа сияла, как в рекламе дорогого ухода, и все черты лица были выделены, но при этом не сильно акцентировали. В этом и секрет, потому что так создается эффект юности и молодости. Также в процессе я вам дам советы по поводу того, что обязательно нужно иметь в своей повседневной косметичке, и на что стоит обратить внимание. Давайте приступать! Чтобы все было честно, сначала я установлю таймер. Каждый свой макияж я начинаю с праймера. Сейчас я влюбилась в новый праймер от Анали, он увлажняет, а также немного сглаживает текстуру кожи. А еще его бонус в том, что он реально может заменить вам уход, если вы не успеваете с утра нанести свои кремы и сыворотки. У него прекрасный состав, не содержащий никакой химозы и вредных компонентов, все только натуральное. Следующим шагом наношу консилер на область век. Если у вас очень жирные веки, то сначала воспользуйтесь прозрачным праймером для усиления стойкости теней, но потом все равно нанесите консилер, так как он выровняет общий тон века. В качестве теней я возьму небольшую, но очень удачную палетку от Colourpop. К сожалению, именно эта палетка уже снята с производства, но на сайте Colourpop есть масса аналогов. Среди моих фаворитов палетка Brown Sugar, она немного более холодная. Палетка Double Intender это классика теплого макияжа, а Give It To Me Straight для любителей розово-красноватой гаммы. Ну и конечно не забывайте, что вы можете составить свою собственную палетку из огромного множества рафилов, которые представлены на сайте. Сейчас я показываю вам свои фавориты, которые я постоянно использую. Это своего рода идеальный повседневный набор оттенков. Помимо Colourpop в последнее время я очень полюбила палетку Poison Garden от Nabla, так как с ее помощью можно создать очень красивый теплый макияж, используя эту гамму. Но также можно сделать и более холодный макияж. Растяжка оттенков тут очень удачная. Ну и конечно нельзя не упомянуть Lorac Pro Matte. В ней собраны все самые нужные матовые оттенки на все случаи жизни. Я набираю самый светлый матовый оттенок теней и закрепляю им консилер. Одновременно создавая базу для последующей растушевки. Средним оттенком коричневого я просто слегка выделяю складку, а также наношу его во внешний уголок. Обратите внимание, что если у вас нависшие веки, то оттенок нужно поднимать и на нависание. Иначе никакой тушевки не будет видно и вы только сделаете глаз визуально меньше. Мне очень нравятся светло-розовые и персиковые металлики для повседневного макияжа, так как они наиболее освежающие. После нанесения оттенка на кисть я сбрызгиваю его фиксирующим спреем Color Pop, для того, чтобы получить текстуру кремовых теней. Так и нанесение проще и на веки выглядит лучше. Если у вас много морщин на веке, то лучше замените этот оттенок на светлый матовый, как например Linen или Bear в палетке Lorac Pro Matte. Самым темным оттенком я буду делать, как я ее называю, тупую стрелку. Это самый идеальный вариант для очень новейших век, так как вы все равно вытягиваете и корректируете их форму, но ничего при этом не заламывается. Теперь самое время нанести консилер на зону под глаза. Так как я делаю макияж сухими тенями, они могут осыпаться, поэтому не лучшая идея наносить консилер сразу в начале. Консилер нужно закрепить пудрой. Я использую минеральную вуаль от Anneli и наношу ее маленькой пушистой кистью. Должно сложиться впечатление, что на кисти вообще ничего нет. Если вы переборщите с пудрой, то только пересушите эту зону и добавите себе пару лет. На нижнее веко с помощью малюсенькой кисточки я буду наносить тот же светлый металлический розовый. Это мой любимый трюк в повседневном макияже глаз, так как он очень освежает из-за того, что притягивает свет, а также глаза сразу начинают больше блестеть. Только не пытайтесь делать тушевку этим оттенком. Наносите его очень тонко, как будто вы одеваете утонченное жерелье с бриллиантами. И опять-таки, если у вас много морщин в этой области, то либо оставьте веко голым и только накрасьте ресницы, либо сделайте легчайшую растушевку светлым матовым коричневым. Осталось только накрасить ресницы тушью. Я буду использовать свою любимую от L'Oreal. Сам процесс показывать не буду, так как ничего нового вы здесь не увидите, но покажу вам, как преобразились глаза. Были как будто опухшими, а стали очень свежими. Как раз время закончить макияж лица. Самая идеальная повседневная тональная основа для нормальной и склонной к сухости кожи это Estee Lauder Double Wear Nude. Но в нанесении крайне важно не усердствовать. Обратите внимание, что я делаю реально несколько небольших клякс на лице и растушевываю спонжем, который половину еще и впитает в себя. Когда наносишь этот тон тонким слоем, он полностью сливается с кожей, становится абсолютно незаметным, но при этом выравнивает общий тон и опять-таки освежает. Он и не слишком сияющий, и не матовый. Он именно выглядит натурально, и при этом у него потрясающая стойкость. Так как тональная основа не перекрывает такие недостатки, как прыщики и пигментные пятна, с этими зонами нужно будет поработать отдельно консилером. Но такой способ сохранит нам естественный вид, и макияж никогда не будет выглядеть штукатуркой. В повседневном макияже я больше всего люблю пользоваться минеральным хайлайтером, так как он наиболее натурально выглядит, но при этом он и не невидимый. То есть он действительно создает этот модный глянцевый эффект, но вместе с этим словно тает в коже, становясь с ней единым целым. В качестве бронзера буду использовать свой любимый из палетки Makeup Revolution Renaissance Glow. Это идеальный оттенок, который заменяет и бронзер, и корректор одновременно. При этом вы не сделаете себе бакенбарды, как бы вы ни старались, он просто возвращает рельефы лицу. Не забудьте нанести бронзер на зону челюсти, особенно если вы замечаете, что ваши естественные контуры уже начали плыть, или у вас есть двойной подбородок. После этого пройдитесь по лицу спонжем с остатками тона и растушуйте все до совершенства. Брови в омолаживающем макияже ни в коем случае нельзя игнорировать. Когда создают грим и хотят состарить актрису, то ей делают очень тонкие дугообразные брови. Более того, с течением времени наши брови естественным образом выпадают и становятся более редкими и тонкими. Поэтому эффект юности мы возвращаем, пытаясь создать более толстые и пушистые брови. Просто пройдитесь карандашом по верхней и нижней границе, это уже сделает их толще. И обязательно выделите форму. Бровь не должна выглядеть так, как будто ее нарисовали маркером, но ее форма однозначно должна читаться. Еще больше нужного нам эффекта добавить тонирующий гель для бровей. Если время позволяет, обязательно нанесите и его. В повседневном макияже я очень часто наношу карандаш для губ, как помаду. Во-первых, карандашом проще всего скорректировать форму губ. Он также достаточно стойко держится и еще и стирается красиво и неочевидно. Но если мне позволяет время, то я обязательно дополню карандаш каким-то красивым блеском для губ. Обязательно запомните мои слова. Если у вас сухая кожа и вы ненавидите пудру, то это не значит, что макияж нечем закрепить. Обязательно пользуйтесь фиксирующими спреями. Они не сушат кожу, не добавляют никакой слой в макияже, но при этом продлевают стойкость. После нанесения нужно пару секунд посидеть с абсолютно каменным лицом, потому что любая экспрессия формирует заломы и морщинки, а мы не хотим их закреплять на лице. Как видите, все шаги заняли у меня всего 16 минут. Но посмотрите, какой результат. Кожа светится, макияж выглядит свежим и абсолютно не перегруженным. Ну, по крайней мере, с моей точки зрения. А теперь я хочу показать вам тот же макияж лица, но с акцентом на губы и стрелкой на новейших веках. Для того, чтобы понять, можете ли вы сделать стрелку, которая не будет заламываться, посмотрите на себя в зеркало прямо и оцените, есть ли у вас зазор между складкой века и внешним уголком. Если века полностью нависает и не проглядывает ни миллиметра, то лучше делайте тупую стрелку, как я показывала в прошлом макияже и забудьте о классическом варианте. Мы, конечно, можем нарисовать графику поверх нависания, но это уже не будет быстрым повседневным вариантом. Если же у вас есть запас хотя бы в пару миллиметров, как у меня, тогда стрелку мы можем сделать. И я вас сейчас научу, как это делать просто элементарно. Ставим точку у внешнего уголка, где соединяется верхняя и нижняя века, а другую точку на границе залома складки. И теперь соединяем эти две точки, как в детской игре. Хвостик потом выводим дальше и делаем его острым. Обратите внимание, что у любого глаза есть самая низкая точка, потом идет подъем, а потом века опять опускается. Так вот, наша стрелка должна доходить до самой верхней точки навеки и оттуда сходить на нет. Эта техника увеличивает, а не уменьшает глаз. Итак, стрелку мы нарисовали, но на мой взгляд она не идеальная. Точки вначале помогли нам сориентироваться, как задать направление, но из-за этого стрелка выглядит, как я ее называю, рогатой. И это смотрится так себе. Чтобы это исправить, берем ватную палочку и вытираем этот угол. Теперь верхняя и нижняя века никак не соединены, и это еще больше увеличивает наш глаз. И обратите внимание, что как бы я ни мошилась, какие бы эмоции ни изображала, моя стрелка не заламывается. А все потому, что мы нарисовали ее, учитывая нашу анатомию и строение века. Что касается остального макияжа, то мы, конечно же, и тут можем сделать нюдовые губы, но бывают такие ситуации, что какая-то яркая помада только сыграет нам на руку. К примеру, вы проснулись и понимаете, что в этот день у вас очень сильные мешки под глазами. Или выскочил прыщик где-то на лбу или щеке. В эти моменты нам нужно убрать акцент с верхней части лица и переместить его на нижнюю. В этом нам как раз поможет яркая помада малинового или алого оттенка. Я не рекомендую классические красные оттенки, так как утром это может выглядеть пошло и неуместно, но вот такие алые тона это то, что нужно. Психология работает так, что мы цепляемся взглядом за самое выразительное место на лице. Поэтому в некоторых случаях пускай лучше это будет помада, нежели мешки под глазами. А теперь я хочу показать вам макияж, который я реально могу сделать всего за 5 минут. Это тот макияж, когда мне просто необходимо выглядеть собрано и свежо, но я проспала или не уследила за временем, и больше чем несколько минут на сборы у меня просто нет. Начинаю как обычно с праймера, так как в этот день он еще и заменит мой уход. Следом идет консилер, но так как я не буду пользоваться сухими тенями, то я сразу наношу его на всю зону вокруг глаз. Последующий макияж я буду почти исключительно делать минеральной косметикой, так как поверьте мне, никакую косметику вы не сможете нанести так быстро и небрежно, и при этом получить хороший результат. Помимо пудры я также буду использовать минеральный хайлайтер и минеральный бронзер. А теперь эксклюзив. Макияж глаз я буду делать новыми кремовыми тенями Анели, которые еще даже не поступили в продажу. Мне посчастливилось протестировать их до официального релиза, и я хочу вам сказать, готовьте свои кошельки, так как это просто бомба. Во-первых, это полностью натуральный состав, но при этом оттенок невероятно пигментированный, хорошо растушевывается и не теряет в процессе насыщенность, а еще посмотрите на эту стойкость. Тени просто железобетонно держатся, но при этом их легко смыть в конце дня любым средством для демакияжа. И так как тени еще не вышли, вы сейчас можете написать в комментариях, какие оттенки вы бы хотели видеть в этой линейке. Лично я голосую за оттенок шампанского и светло-розовый. А какой оттенок хотели бы видеть вы? Обязательно напишите, так как у вас есть реальный шанс, что к вашему мнению прислушаются, и вы потом сможете купить идеальную кремовую формулу, да еще и в идеальном для вас оттенке. Заканчиваю макияж нанесением туши, а также карандашом для бровей. В этом макияже для меня важно не так заполнить саму бровь, как просто обозначить ее форму. Не перестарайтесь здесь с заполнением, чтобы брови не стали акцентом. И последнее, это нанесение самой комфортной и беспроблемной помады в вашей косметичке. Для меня это пудровая помада от L'Oreal, которая заменяет мне одновременно и карандаш, и помаду. Ну вот и все. Со всеми позированиями на камеру макияж занял у меня чуть меньше 6 минут. Но оцените результат. По-моему, очень неплохо, как для такого короткого времени. На этом у меня все. Обязательно поделитесь этим видео со своими подругами и поставьте ему лайк, если оно вам понравилось. Если вы еще не подписаны, то, конечно же, подписывайтесь, нажав на эту круглую иконку вот здесь вот. И также вы можете посмотреть другие мои видео, если они вас заинтересовали. А если вы их уже смотрели, то мы с вами встретимся в моих новых видео через несколько дней.